Несмотря на то, что до международного женского дня остается еще 4 дня поздравлять женщин с праздником, все уже начали. В нашу студию со своим поздравительным словом и даже с цветами приехал депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Николаевич Швидкин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Юрий Николаевич, мы знаем, что вы уже не первый год поздравляете не только своих близких женщин с этим прекрасным праздником, но и еще женщин в погонах, кто в службах. Всех женщин в Красноярского края. Скажите, пожалуйста, как дамы реагируют на данный визит, когда вы приходите с букетом цветов и поздравляете? Действительно, я скажу откровенно, действительно не первый год поздравляю. Наверное, изначально, когда я уже стал более зрелым возрастом, конечно, женщины, понятно, мама, сестра, дочь, супруга, но я не безразличен ни в коем случае с женщинами, которые находятся на боевом посту. У нас есть женщины на боевом посту, откровенно признать, даже находясь за, как говорится, плитой, это тоже, я считаю, боевой пост. Но вообще, конечно, я с трепетом отношусь к женщинам и наслужащим, к женщинам сотрудникам полиции. Вот вчера буквально поздравлялась служба 112, служба экстренного вызова, 2-0-5, да? Потому что они действительно взвалили на себя достаточно серьезную нагрузку, которую не каждый мужчина-то выдержит. Вот сегодня буду инспекцию по делам несовершеннолетних Ленинского района поздравлять. То есть мне хочется, чтобы в эти дни праздничные действительно было у девушек, у женщин приятное женское такое настроение, да, радостное настроение. Как реагируют? Ну, конечно, с улыбкой всегда приятное, когда вручаешь цветы. Сначала, конечно, они не понимают, особенно вчера. Неожиданность такая. Да, неожиданно, значит, ну, тем более загруженность, телефонные звонки эти там, различные сообщения, там, конфликты бывают какие-то, да. Но когда вот даришь им цветы, даришь еще при даче подарочек, так между нами говорят, значит, независимо от его, как говорится, значимости, да, сам по себе внимание, особенно цветы, конечно, улыбки сразу появляются. Совсем другое, значит, теплота совсем, ну, видно прямо. Сама атмосфера. Мне кажется, окончание рабочего дня потом совершенно иное у женщин после такого поздравления. Ну, и весь рабочий день. Да. Расскажите, как в законодательном собрании будете поздравлять своих коллег? Ну, в законодательном собрании Края у нас сегодня в 15 часов торжественный, значит, концерт. Приглашены все депутаты с супругами, значит, и еще ряд женщин, значит, ну, которые считают необходимым пригласить депутата, то есть, прислали какие-то взаимоотношения такие, по работе там, где-то помогали там или нужно поддержать. Поэтому, ну, и там будет, безусловно, звучать речи поздравительные. Ну, самое главное, депутаты будут дома поздравлять женщин, поэтому... Ну, а что вы обычно дарите близким на восьмом году? Близким? Ну, пусть для супруги это останется секретом. Разные подарки, если говорить в прошлые годы, и парфюм, значит, дарили там косметические какие-то наборы, дарили, значит, то есть, вроде хочется спросить, что тебе надо, да? В то же время хочется, чтобы это было неожиданно. Вот эту грань нужно соблюсти, а это очень достаточно непросто. То есть, за некоторое время до просто начинаешь прислушиваться, как всем... Ну, я вам скажу откровенно, восьмое марта для нас не даст товарищей обмануть, это растраты серьезные, да? Ну, они все покрываются тем настроением, действительно, той теплотой, которую нам дарят женщины. Ну, восьмое марта не просто придуманный праздник, а все-таки это день, который характеризует в определенное время борьбу женщин за свои права. Вот как, по вашему мнению, женщина все-таки должна быть в сегодняшней современной действительности сильнее мужчины, либо слабее, либо вот одинаково? Вы знаете, мне кажется, женщина должна всегда оставаться женщиной. Вот это в первую очередь. Чем бы она ни занималась, политикой, бизнесом, значит, либо там где-то в бюджетной сфере, она всегда оставалась, оставаться должна быть женщиной. В первую очередь она женщина, а потом уже все остальное. Значит, ну, а то, что права на сегодняшний день в России, значит, грубо говоря, не... То, что их защищают эти права, защищены, но это очевидно. У нас в законодательном собрании края есть женщины. У нас сегодня достаточно, даже есть губернаторы, значит, субъектов Республики Федерации, женщины, да? То есть мы стараемся максимально соблюсти некий паритет между мужчиной и женщиной. Я считаю, что женщины в нашей стране, они самые лучшие женщины. Правильно я догадываю? Я тоже соглашусь. Согласен. Ну, а вот сейчас много спорят о необходимости таких праздников, как 23 февраля, там, День влюбленных, Валентина, да, 8 марта. Как вы думаете, нужны ли они все-таки, эти праздники? Нет, ну, я убежден, они нужны. Значит, это я говорю не как депутат, а просто как человек, да? Значит, потому что 23 февраля, ну, вот лично мне, это один из основных праздников. Символизирует, потому что я служил, служу, как говорится, офицер, значит, и так далее. И многие ребята, которые, независимо от того, значит, офицеры там или солдаты, они отдали часть своей жизни службе в армии. Сейчас, сегодня они защищают отечество, да? Это не случайно, это День защитника отечества. Здесь женщины уделяют особое внимание мужчинам, которым мужчины с благодарностью принимают это внимание. Ну, а 8 марта, День влюбленных, конечно, эти все праздники, чисто в содержательном плане, они должны быть каждый день у нас, да? По-доброму. Ну, а официоз, когда, конечно, в эти дни мы еще должны больше сделать акцент на внимание к женщинам, на внимание к любви, на внимание к родным, близким, на внимание к тем людям, значит, женщинам, которые, ну, нам помогают в жизни. Есть же не только, говорится, родные, там, близкие, значит, есть и другие женщины, которые помогают просто, находясь на рабочих местах, где ты обращаешься, они там поддерживают. Я скажу, что у меня в жизни ситуация более трудная, наверное, как у каждого из вас, и всегда я находил понимание, независимо от того, и, как правило, это понимание давала женщина. Вот я, например, уходил более 20 раз на войну, да, примерно, ну, так, откровенно говоря, выполняли различные задачи, да, значит, и скажу, что мама, значит, и супруга, они всегда чувствовали, значит, что там за задачи выполняются, они как сердце ее около, особенно мамы, потому что, ну, мать есть мать, женщина, конечно, это мы должны воспринимать. Я вообще ассоциирую маму, значит, ну, таким достаточно серьезным, величественным. Это все от такого возраста идет. Мы должны поддерживать это. И вот поддержание на фоне этих праздников, акцентирование, мне кажется, это тоже достаточно серьезную роль играет. Слова матери меня очень тронули. Юрий Николаевич, если у вас возможность воспользоваться ей, поздравьте красноярцы, красноярок, жителей края с этим праздником. Дорогие, милые, любимые женщины, я скажу, откровенно, не хватит словарного запаса, чтобы сказать все слова благодарности, сказать, что мы вас думаем, но ясно одно, что мы вас любили, любим и будем любить. Ради вас мы готовы совершать и будем совершать подвиги. Вы для нас самые лучшие. Здоровья вам, благополучия, праздничного весеннего настроения. И решите букеты цветов в лице Анастасии, ведущей, подарите всем женщинам, но это Ирине Геннадьевне тогда. Большое спасибо. Ничего, что я встал так, ничего. Большое спасибо. Спасибо большое. Очень приятно. Безусловно, депутат Законодательного собрания Красноярского края Юрий Николаевич Шевыткин был у нас в гостях. Огромное вам спасибо. Спасибо, Валерий. Спасибо. Спасибо.